Касым Жумар Токаев и Владимир Путин приняли участие в пленарном заседании 20-го форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Они обсудили целый спектр вопросов от энергетики до туризма. Высказаны конкретные инициативы и обозначены цели. Подробно о них расскажет Динара Абдирова. Отдельный пункт программы визита – совместное участие президента в 20-м форуме межрегионального сотрудничества. На связи в режиме видеоконференции УФА, где в этом году проходит пленарное заседание на повестке «Потенциал торгово-экономического сотрудничества России и Казахстана». Сотрудничество в торгово-экономической и инвестиционных сферах, промышленная кооперация демонстрирует стабильную динамику роста. Действительно, товарооборот растет. В прошлом году он достиг впечатляющих 27 миллиардов долларов. При этом на долю России приходится почти 20% внешней торговли Казахстана. Граница Казахстана и России больше 7 тысяч километров. Это самая протяженная в мире сухопутная граница. Связи между приграничными территориями – одна из прочных. Между ними активно развивается торговля и бизнес проживает почти 32 миллиона человек. Региональные связи имеют действительно важное значение. По сути, являются фундаментом для поступательного, устойчивого развития всего комплекса наших двусторонних отношений. И вполне логично, что в последнее время российско-казахстанские форумы регионов проводятся одновременно с визитами на высшем уровне. Отмечу, что на сегодняшних переговорах с Касым Жамар Кемельевичем вопросы укрепления взаимовыгодных партнерских контактов между субъектами Российской Федерации и областями Республики Казахстан рассматривались в качестве ключевых. Одобрена масштабная программа межрегионального и приграничного сотрудничества, которая включает порядка 150 совместных мероприятий. Россия сегодня проявляет большую активность в топливно-энергетической сфере. Есть соглашение между правительствами двух стран о строительстве угольных теплоэлектроцентрали в трех городах – Кукшетау, Семеи и Ускаменогорске. Сегодня президент Казахстана на форуме рассказал уже о новых договоренностях. Вместе с компанией «Лукойл» мы приступили к разработке крупного морского месторождения «Каламкас» моря «Хазар». Объем инвестиций в проект составит более 6 миллиардов долларов. Кроме того, российские партнеры активно участвуют в реализации проектов нефтегазохимии. Совместно с компанией «Сибур» в 2022 году мы ввели в эксплуатацию крупнейший в Центральной Азии завод по производству полипропилена мощностью 500 тысяч тонн в год. Сегодня это предприятие не только обеспечивает сырьем казахстанских переработчиков, но и экспортирует продукцию в Россию, Китае, Турцию и другие страны. Что касается газовой отрасли. Год назад Россия запустила транзит газа в Узбекистан через Казахстан. Наша страна становится надежным коридором. По словам Касымжумарта Тукаева, есть договоренность с «Газпромом» о поставке голубого топлива в Кыргызстан. Уже подписано соглашение. Однако наша республика, по мнению экспертов, может выступать не только транзитной стороной, но и покупателем российского газа. Принципиально важным является то, что Казахстан пользуется всеми преимуществами транзита этого газа, потому что увеличивается потенциал газификации негазифицированных регионов Казахстана. Но нельзя еще не отмечать, что в перспективе обсуждается строительство газопровода из Российской Федерации в Китай, который также пройдет через историю Восточного Казахстана, в котором вопрос газификации стоит тоже на очень высоком уровне. Нефть и газохимия, машиностроение и сельское хозяйство – в этих направлениях лидеры двух стран определили основные ориентиры. Перспективы наметили и в агропромышленном комплексе. В этом году аграрии собрали рекордный урожай зерновых культур – почти 27 миллионов тонн. В агропромышленной сфере наши страны обладают поистине колоссальным экспортным потенциалом. Убежден, наши страны не должны конкурировать друг с другом на внутреннем рынке Евразийского экономического союза, поскольку это наносит очевидный вред интеграции и в целом сотрудничеству. Напротив, мы можем объединить усилия, чтобы стать ключевым продовольственным хабом для экспорта сельхозпродукции на рынке третьих стран. Другая приоритетная задача – укрепить транспортно-логистический каркас на всем евразийском пространстве. По словам президента Казахстана, в ближайшие 6 лет стране отремонтируют 11 тысяч и построят больше 5000 километров новых железных дорог. Важным приоритетом для нас является создание за рубежом сети современных мультимодальных центров и сухих портов. Одним из успешных примеров такого сотрудничества стало строительство нового транспортно-логистического центра на станции Селятина на территории Российской Федерации. На противоположном конце транзитного коридора сбор грузов будет осуществляться на недавно построенном казахстанском терминале в китайском городе Сейань. Тем самым фактически создаются ключевые опорные пункты единой системы транзита грузов по маршруту Китай-Казахстан-Россия. Цели обозначены, конкретные инициативы высказаны, средства для их реализации тоже есть. На форуме подписали солидный пакет соглашений. Это послужит большим потенциалом для межрегиональных операций.